Переговоры начинаются именно тогда, когда вы начинаете эти переговоры проводить сами. И я вот здесь хотела бы вам задать вопрос. Кто из вас, кто вот находится на сегодняшнем вебинаре, уже начал проводить переговоры? Поставьте, пожалуйста, пятерки. Для кого это, в принципе, знакомый процесс? То есть вы уже, допустим, не новичок и провели там не один десяток переговоров. Поставьте, пожалуйста, пятерки. Мы посмотрим, сколько нас таких. Так, вот вижу, Алена, Любовь, Надежда, Юлия, Зульфия. Отлично, отлично. А есть у нас в чате новички, которые, в принципе, еще только-только знакомятся с компанией и еще, в принципе, не знают, что же говорить на переговорах. То есть вот желание есть, а что говорить, мы не знаем. Поставьте, пожалуйста, ну, давайте семерки. Вот кто хочет, но еще вот пока не знает, как. Светлана, Ирина, Елена, Тома. Вот здорово было бы видеть из каких-либо городов, друзья. Но, тем не менее, тем не менее, я вижу, что таких людей немало, немало. И, значит, сегодняшний вебинар будет для вас очень-очень полезен. Вы можете даже задавать вопросы, да, но не в момент, когда я что-то объясняю, потому что я буду отвлекаться на чат и потеряю мысль. А именно когда-либо я прошу обратной связи, либо, если мы уложимся во время, я прям оставлю некоторое время именно для вопросов. Хорошо? Спасибо большое, что пишете города. Кстати, география очень-очень обширная. Друзья, вот те, кто проводил переговоры, напишите, пожалуйста, вы, в принципе, встречаетесь с моментами, которые вас не устраивают. Может быть, вы встретились с каким-то возражением, на которое не знали, как ответить. Возможно, итог переговоров вас не порадовал. Вы планировали, что человек сразу оформится, а он ушел, сказал, спасибо, я подумаю, да. Может быть, вообще человек не пришел. Вот какая статистика у вас именно по результату переговоров? Было? Да, конечно. То есть я такую прям живую тему затронула, да, что не все получается. Это было очень часто, всегда по-разному не угадаешь, да, бывает. Отлично. Спасибо большое за обратную связь. На самом деле, да, друзья, почему я так сначала вас очень много спрашивала, для того, чтобы понять, в принципе, в какой стадии мы с вами сегодня все находимся. То есть, смотрите, очень многие ждут от переговоров, что приходит человек навстречу, и вы ему сразу вот так вот с порога говорите, слушай, я вот себе сейчас презентую нашу компанию, вот наша папка, и мы видим, что, вернее, мы хотим видеть этого человека сразу, что он оформляется, оформляется на бизнес, но, к сожалению, вот Светлана правильно пишет, бывает так нечасто, да, и в чем же здесь ошибка? Вот я хочу для вас донести сегодня очень важные мысли. И первая одна из таких мыслей, что переговоры – это не финишная, так скажем, точка, да, то есть переговоры – это всего лишь отправная точка. И вы должны четко понимать, что переговоры – это, в принципе, продолжительный такой момент. То есть, вот смотрите, у меня даже на слайде написано «переговоры» от слова «переговариваться». И в сегодняшнем вебинаре я хочу, чтобы вы тоже уловили одну из важных мыслей того, что на переговорах нужно не сильно много-то говорить, а на самом деле нам нужно с вами научиться задавать правильные вопросы и, соответственно, слышать, что же нам человек говорит. И поверьте, показателем ваших переговоров является вовсе не то, что человек ушел и сразу оформился. В принципе, наша задача – это не папки продавать, да, а наша задача, чтобы люди принимали именно решение, решение менять что-то в своей жизни, решение разделить с вами какую-то новую идею. То есть, мы, в принципе, ищем людей, которые в поиске. Вы со мной согласны? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас уловил мою мыкель и понимает, к чему я вообще все подвожу. Вот вижу своих партнеров. Андрея Аленов, привет. Да, совершенно точно. Много плюсов. Это здорово, что мы с вами вот подходим, вы не находимся на одной волне, да, и вы правильно формируете вот представление о том, что же такое переговоры. Соответственно, смотрите, очень важен именно настрой. То есть, мы с вами приглашаем в компанию Armel. И первое очень важное доверие, которое вы можете оказать, это же, конечно, доверие компании. Потому что, если вы на 100% не будете уверены в том предложении, которое вы говорите, в той компании, да, то есть у вас будут какие-то нотки сомнения в голосе, вы будете себя неуверенно чувствовать, и у вас вообще будет, скажем так, не совсем заинтересованность в этом процессе, люди будут это считывать на каком-то, знаете, подпознательном уровне. Сегодня, честно, я не знаю, как можно не доверять компании, потому что то, что происходит после премиум, это просто, ну, какая-то сказка. Кто со мной согласен, можете там какие-нибудь лайки или смайлики поставить. Потому что вот лично я и вся моя команда, мы не перестаем каждый день переваривать какую-то новую эмоцию, да, а эмоции, на самом деле, друзья, в бизнесе очень важны. Даже то, какими эмоциями вы проведете встречу, иногда можно сказать масло масляное, но настолько эмоционально, да, что человек скажет, слушай, хочу, вот я еще не знаю, я до конца не понял, что ты мне предложил, но мне хочется идти за тобой. И это, наверное, будет даже лучшим этапом, да, лучшим завершением ваших переговоров. Следующий момент, которым важно правильно настроиться, это доверие к вашему наставнику. Как правило, мы рекомендуем проводить встречи не один на один, особенно если вы только-только пришли в бизнес и начинаете проводить встречи, потому что у вас еще, так скажем, нет опыта, нет вот этих вот наработанных празд, вопросов, да, и лучше, когда за вас, допустим, это сделает наставник, то есть вы пригласите человека, познакомите и дадите слово своему наставнику. Здесь вот это доверие и промоушен наставнику очень важны. Я никогда не боялась делать промоушен в своей команде, когда начинала, потому что я понимала, что я еще не имею результата в бизнесе, и я зову именно на результат команды. И то, куда приходят люди, это очень-очень-очень важно. Поэтому просто доверьтесь тому человеку, той системе, которая реально работает. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что наше руководство во главе Александра Шудедова, директора по маркетингу, да, увидит все, ну, просто покрупиться и правильно нас направляет, да. Будьте просто открыты той информацией, которую слышите тоже, да. Может быть, у вас сейчас возникнет вопрос, а если наставник живет в другом городе, да, вот как тогда встречу провести. Тогда либо нужно проявлять, конечно, лидерские качества и делать самому, организовать этот процесс, что тоже реально, либо можно принять такое правило игры, и такие встречи можно проводить через Skype. Сейчас есть всевозможные мессенджеры, такие как Zoom, то есть вы позваниваете с вашим кандидатом и спонсором, и то же самое все мы проводим именно в онлайн-режиме. Это, кстати, тоже очень-очень-очень хорошо работает. Думаю, с этим понятно, на этом мы сильно долго задерживаться не будем. Следующий момент, это, конечно, из чего начать, это именно подготовка. То есть процесс подготовки, на самом деле, он тоже важен. Мы не можем прийти за три минуты до начала переговоров, не поняв вообще, где мы, в чем мы и что мы будем говорить, да. Поэтому очень важно подготовить рабочие инструменты, которые вам могут пригодиться. Это, конечно же, и наш презент, это блоссеры, это можно взять отдельные ароматы, которыми вы пользуетесь, может быть, какую-то другую продукцию, которую вы любите, там, те же патчи, да, их легко сейчас взять с собой. Опять же, вот если я провожу встречу в офисе, у нас еще, когда есть такой сразу склад, мини-склад, соответственно, люди видят сразу весь ассортимент, то есть они уже приходят в атмосферу. Когда у меня склада не было, и я начинала встречи проводить в основном в кафе, самый, наверное, главный инструмент, который бы я сейчас взяла, это пакетик кофе. Это пакетик кофе, потому что цель не презентовать весь бизнес сразу, да, а именно побеседовать с человеком, понять его настрой, его готовность, как я уже сказала, да, и тогда уже сделать предложение. Может быть, даже вы просто на первой встрече в двух словах расскажете и пригласите именно уже на презентацию по бизнесу. Почему бы и нет, да? Очень важно продумать место переговоров. Место должно быть удобное, чтобы человеку было удобно добраться. То есть либо это место возле его работы, может быть, возле дома. Опять же, любое кафе, да, ну, парки сейчас откладывают, потому что становится холодно. Очень важно, чтобы было там удобное место парковки. Потому что если человек будет сидеть и думать, ой, я припарковала машину, поставила под дна, как бы там эвакуатор машины не увез, то, скорее всего, он не услышит то, то, что вы хотели донести, а будет думать о каких-то своих моментах. И вот все вот это вот, вот эти вот тонкости, они будут влиять на исход переговоров. Конечно, вы должны презентабельно выглядеть. То есть на вас должно приятно быстро смотреть. Не буду, конечно, говорить о прическе, о макияже, о руках и так далее. Я думаю, все вы здесь собрались, люди, понимающие, и этот момент, конечно, все осознаете. То есть по нам, судя, да, то есть если мы зовем в доходный бизнес, а сами при этом, не знаю, там, с неопрятной обуви, или люблю вот приводить такой пример, там, на колготке порвали, да, что-то такое, или если это мужчина, то, не знаю, он пришел в какой-то там барахонец одежды, вовсе не презентабельный, то люди делают вывод по вам, он думает, как же ты зарабатываешь такие деньги, и сам при этом, ну, можешь себе подводить элементарных вещей, да. Поэтому это тоже очень важно. Очень, прошу прощения, очень важный момент именно собрать информацию о собеседнике. Дальше вы поймете, почему это очень важно, потому что чем больше вы овладеете информацией о том, какой это человек, чем он занимается, есть ли у него дети, его хобби, увлечения, то вам проще присоединиться в каких-то вопросах, а когда мы присоединяемся, мы уже как будто бы, ну, с человеком мы знакомы, да. Приходилось вам сталкиваться, когда находится какая-то общая тема для разговора, может быть, вообще далекая от бизнеса, то разговор с человеком вкладывается гораздо проще. Есть такие моменты? Бывали у вас? Ставьте, пожалуйста, плюсики, если это было, и я как раз буду знать, что у нас со звуком все в порядке. Отлично, отлично, много плюсиков, очень часто, да, супер. Вот, и, конечно, вначале нужно познакомить, да, человека с наставником, сделать ему промоушен, но вот здесь, вы знаете, я не люблю, когда говорят, я тебя хочу познакомить с лидером нашей компании, это вот там зокфир, мастер, знаете, люди, которые приходят только-только получить информацию, они вообще не понимают, что такое зокфир, мастер, они не воспринимают слово лидер. И, на мой взгляд, здесь важна простота. То есть можно сказать, что, слушай, я хочу познакомить, там, классная девушка, она очень интересный собеседник, и, в принципе, той идеей, которой я хотела с тобой сегодня посоветовать, вернее, поделиться, я хотела бы, чтобы именно она тебе рассказала, потому что у нее есть опыт в этом деле, и ты, в принципе, видишь, что она такая же. Это мой партнер по бизнесу, да, но это тоже мама так же, как и ты, там, у нее двое деток так же, как у тебя, то есть вот оно пошло в присоединение, и в то же время вы сделали такой легкий промоушен тому человеку, который будет, ну, говорить о бизнесе. Либо, ну, если это мужчина, соответственно, да, что можно сказать о каких-то достижениях и, может быть, чем человек занимался до этого. Ну, в общем, надеюсь, этим понятно, да. Поставьте, пожалуйста, пятерки, кому все понятно, если нет никаких вопросов, то мы можем двигаться дальше. Отлично. Была уверена, что с этим моментом мы с вами все разобрались и двигаемся тогда дальше. Итак, что необходимо понимать, да, мы должны четко понимать, что конкретно мы предлагаем с вами людям. И здесь от того, что мы можем говорить, можно сформировать наше предложение для разной категории людей, да, потому что к вам на встречи будут приходить люди совершенно разными, да, те, кто в поиске работы, может быть, те, кто работает в найме, да, работал сейчас в поиске, либо уже работает, но чем-то его не устраивает, да, там, зарплата, график и так далее. То есть это, в принципе, люди, которые привыкли работать в найме. Еще одна категория есть людей, которые, в принципе, привыкли, наоборот, работать на себя. И есть те, кто в декрете и так далее, да. И вот здесь мы сегодня с вами разберем именно определенные группы и что характерно для каждой из них, на чем делать акцент в беседе именно с этими людьми. Вам интересно, друзья? Напишите, пожалуйста. Тут как раз пишут, что не то лишь на. По-моему, звук отличный, раз мне отвечают, да. Видео быть не должно. Мы с вами сегодня работаем по слайдам. Вот. Супер. Вам интересно? Значит, мы двигаемся дальше. Значит, вы не заскучали. Итак, первое, что мы должны сделать, это обозначим цель встречи. Вот, смотрите, человек к вам пришел, к вам пришел. Обычно я сразу ставлю чашечки, кот и говорю, слушай, пока я тут завариваю чайник, давай тебе сразу обозначу цель встречи. Еще, кстати, я люблю спрашивать цель, почему человек пришел. Слушай, классно, что ты пришла, как ты добралась, а вообще, почему ты пришла? Друзья, давайте проверим звук. Поставьте, пожалуйста, десяточки, потому что немножечко отвлекаюсь на этот момент. Поставьте десятки. Супер. Десяток много. Ребят, у кого плохо со звуком, просто перезайдите. То есть, с этим понятно, да? Чтобы больше мы на это с вами не отвлекались. Все, спросили. И обозначаем цель встречи. Я говорю, слушай, давай сразу обозначим цель встречи. Смотри, дело в том, что я начала очень интересную жизнь. И сейчас я в процессе отбора партнера. Если вам интересны новые возможности, доход в пределах отпуска здесь, очень важно, чтобы какие-то пределы озвучить, очень важно понимать, кто перед вами сидит. Потому что если человек сидит и в найме, и вы ему сейчас скажете, там, от 100 до 200 тысяч, он может просто не поверить, и на этом этапе скажет, нет, это не для меня. Потому что в найме, в принципе, средняя зарплата от 15 до 30 тысяч. Поэтому здесь важно просто немножечко планку поставить вам, например, от 30 до 70 до 100 тысяч. Если перед вами сидит человек из традиционного бизнеса, какой-то предприниматель, то вряд ли вы его можете замотивировать с 30 тысячами рублями. Поэтому это вот уже тот момент, когда я вам говорила о том, что нужно собирать информацию о том собеседнике, с которым вы будете вести переговоры. Соответственно, допустим, перед нами с ним предприниматели, и мы говорим, что если вам интересны новые возможности, доход в пределах от 100 тысяч и более, то я готова подробнее рассказать. Если нет, то просто мы с вами пьем кофе. Вы открыты для информации? И вот здесь очень важно. Если человек говорит «да», мы продолжаем переговоры. Если человек говорит «нет», не стоит, друзья, тратить времени, там, 20-30 минут, это в лучшем случае. А часто я напоминаю картину, когда переговоры взлятся и пара часа. То есть партнеры стараются рассказать вообще все, что они знают, и человек уже сидит, думает «восподи, зачем я пришел?». То есть, понимаете, ваша цель переговоров – это не затащить на аркане, а именно понять склонность человека к движению с вами в одном направлении. И в этом плане задавать вопросы, слушать ответы – это реально самый классный способ раскрыть человека. Не начинайте сразу грузить информацию, задайте вопросы, послушайте. Если человек, в принципе, молчит, ну, поиграйте в такую группу, молчите тоже. А ты зачем пришел, если ты не хочешь со мной общаться? Ну, не жалко, давай попьем молча кофе, например. Можно пошутить, да, как-то разрядить обстановку. Поэтому держите паузу, умейте вот это выдержать, чтобы собеседник, может быть, ему надо подумать, что-то вспомнить, принять какое-то решение, переварить информацию. Это вообще нормально. Вы знаете, я вообще такое наблюдала, что более качественные партнеры приходят именно не с первых встреч, а в процессе, когда они подумали, приняли решение, и только после этого заключили сделку. Есть люди, которые думают даже полгода в год, что пускай думают. Вы в этот момент тоже будете с ними как-то поддерживать отношения, приглашать на какие-то мероприятия, но это будет осознанное решение, и с таким партнером, с таким человеком гораздо интереснее, качественнее работать, потому что он приходит, когда ему надо, и здесь уже не вы его тянете, а он тебя теребит, слушай, а что нужно делать, давай мне расскажи. И на самом деле с таким человеком интереснее работать. Еще помните о том, что из всей речи человек запоминает лишь 10%. Вот если вы говорите больше двух минут, все, человек уже не уладывает дальше, что вы говорите. Поэтому об этом тоже помните, и не нужно слишком много говорить. Он 100% запомнит то, что говорил он. То есть тот вопрос, который вы задали, на который ему пришлось отвечать и отмысленно отвечать, об этом он задумывается. И ваша задача – понять, что же нужно кандидату, в чем его потребность. Может быть, это какие-то дополнительные деньги, может быть, смена работы, а может быть, это просто признание. То есть на работе все нормально, и денег достаточно, признания не хватает. Может быть, человек хочет улучшить уровень жизни, путешествовать. В общем, ваша задача этим, вашими вопросами раскрыть человека и уже через призму его потребностей предложить решение в виде вашего предложения с компанией «Армэ». вот так вот поставьте, пожалуйста, пятерки, у кого сейчас жетончик-то провалился, и у вас осенило, что вот да, вот в этом-то я немножечко неправденно переводила переговоры, и теперь я немножко твою тактику-то изменю. «Ага, были такие люди, есть вернее, и прям вас достаточно, это супер, это классно, это значит, что результат будет, да, после сегодняшнего нашего вебинара, это классно. Двигаемся дальше. То есть мы с вами помним, да, что наша цель – это познакомить человека с компанией, продуктом и рассказать о возможности, да, и мы поняли с вами, что переговоры – это вовсе не финал, да, а сегодняшний именно такая отправная точка, где мы, в принципе, с вами делимся идеей, да. Поэтому свою фразу нужно формулировать четко, основательно, убедительно. И опять же повторюсь, если мы формулируем что-то нечетко, сами в этом не уверены, у нас путаются мысли, у нас запутывается язык, вот человек ничего не поймет. Лучше пусть это будут два-три предложения, но четко по существу и по делу, да. И ваше предложение, оно, в принципе, всегда должно отвечать на три основных, на два основных вопроса. В чем моя выгода и почему с тобой? Вот когда вы в своем предложении ответите на эти вопросы, в принципе, человек уже вас будет адекватнее слушать. Итак, как же можно сказать, да, посмотрите, итак, мое предложение к вам следующее. То есть человек сказал, да, мне это интересно. Окей, тогда смотри, мое предложение к вам следующее. Сейчас я работаю над тем, чтобы сделать популярным в нашем регионе один очень хороший бренд, Армель, может быть, слышал, и мне нужен партнер для этой задачи. Если этим партнером будете вы, то ваш скобильный доход может быть от 100 тысяч рублей уже в этом году. И дальше можно немножечко объяснить, что финансовых вложений здесь практически нет. То есть смотри, речь не идет о сотни, и даже там десятках тысяч рублей, но нужны будут временные вложения. То есть важно человека тоже настроить, что это не так, вот что раз, сейчас вот заплющишь контракт, и все, завтра ты начнешь зарабатывать 100 тысяч рублей. Это требует определенных затрат, но затрат не финансовых, да, а основное это время, да. Вы готовы работать для такого дохода? Потому что сейчас, вероятно, вы продаете свое время за более скромную сумму. Я правильно догадалась? То есть здесь можно улыбнуться, да, и дальше вы слушаете, что же вам человек отвечает. Вот, кому интересно, вы можете эти слайды сфотографировать, потому что это реально рабочие фразы, которые я использую при проведении встреч. Успели сфотографировать? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, да, успели? Поставьте плюсики, если да. Все, отлично. Продолжаем дальше. Так вот, смотри, все дело в уникальный бизнес-идей. Это бизнес под ключ. Это называется бизнес в партнерстве с компанией. То есть что значит в партнерстве? Здесь вы можете человеку дальше пояснить. Смотри, есть компания, который является торговой маркой Армель. У нас четыре направления, то есть продукты ежедневного спроса, продукты легких продвижений. Вот, кстати, как тебе кофе, да, вот можно спросить про кофе. И смотри, Армель выпускает и продает качественные товары из самых спросовых сегментов. Есть специальный отдел, который занимается разработкой потребностей, да, то есть рынка, что необходимо. И продвижение этих товаров доверяет нам, своим партнерам, которые методом рекомендации делают этот бренд популярным и приводят в интернет-магазин компании множество клиентов. Вот именно за это компания делится своей прибылью. Сразу тебе скажу, что рисков нет, но есть возможность выйти на стабильный доход. Скажи, как ты поняла эту идею? Потому что если спросить у человека, ну, поняла, да, там, понял, человек скажет, да, а мы, возможно, не поймем, как он на самом деле понял. То есть здесь, когда человек уже, вы поняли, что он, да, в поиске, ему интересно, то нам важно понять, как он вообще понимает нашу бизнес-идею. То есть мы же не предлагаем с вами работу по найму, да, мы предлагаем именно бизнес, бизнес под ключ. И наша задача – донести правильную идею, что такое бизнес в партнерстве с компанией Армэд. Вот как вам такое преподнесение информации, друзья? Оцените, пожалуйста, от одного до десяти. Вообще, крутая вообще идея? Фразы четко поставлены? Будете применять это на практике? Отлично! Максимальный балл. Значит, вам очень понравилось, да, скажем так, этот алгоритм, эти фразы, берите с удовольствием, пользуйтесь. Кому надо, делайте фотографию. Двигаемся дальше. Дальше могу двигаться? Отлично. И вот тоже самый такой тоже интересный момент в сегодняшнем вебинаре. Как я уже говорила, да, есть разные целевые аудитории. То есть, допустим, это молодежь, это те, кто работает по найму, это люди, которые связаны с бизнесом и так далее. И вот сейчас мы с вами эти группы рассмотрим, и вы поймете, на чем акцентировать выгоду конкретной группе людей. Друзья, вам интересно? Как вы поняли, я очень люблю обратную связь, чтобы вы на вебинаре не отпали, а именно были в процессе, и тогда у вас прям же точки один за одним будут проваливаться. Отлично, здорово. Итак, смотрите. Поколение Z, то есть это люди до 30 лет. То есть мы должны понимать, что это, в принципе, такие активные, мобильные люди, да, они активны в соцсетях, они их любят. То есть, возможно, какие-то там прямые эфиры, селфи и так далее, это вот все, что они любят. Они не привыкли верить рекламе, они очень исполнительные. Таким людям нужно ставить четкие задачи и требовать реализации этих задач. Обязательно хвалить, ставить временные сроки, да, то есть чтобы это было конкретно. И четкий план. Смотри, есть цель, что мы делаем и что мы на выход получаем, да. И такие люди сразу для себя понимают. Если что-то не так, то есть, может быть, то, что они не захотят делать или финансовое возражение не понравится, то они, в принципе, убы. Сейчас вот, опять же, да, в компании вышла потрясающая новость о ромапарке и классно сделать расчет и показать, что человек может, в принципе, заработать 100%, то есть это просчитать, сказать, что ему нужно для этого делать, это вот именно вот эта вот категория людей. В чем выгода, да? Смотрите, эти люди достаточно самостоятельные, они себя хотят проявить, реализовать, и им нужно четко понимать, для чего они будут зарабатывать, да. Соответственно, в процессе переговоров вы понимаете, для чего человеку нужны деньги, и у него появляется мотивация для зарабатывания на конкретную цель. С этим понятно? Можем двигаться дальше? Ставим плюсики, если все понятно, то мы двигаемся дальше. Отлично, супер. Следующая категория – это мамочки в декрете. На самом деле, я очень люблю эту категорию людей, потому что, в принципе, для мамочек в декрете денег не бывает лишним, и они очень охотно идут на различные предложения, на различные подработки и так далее. Вот здесь, в принципе, не стоит говорить им слово бизнес, потому что они себя в бизнесе не видят. То есть у них основная цель – это воспитание ребенка, то есть все-таки вот этот процесс. И здесь мы можем сказать, что смотри, ты можешь заработать там себе на помощницу по дому, на няню, на какие-то салонные процедуры, на то, чтобы там купить игрушки, провести какой-то классный праздник, путешествие и так далее. Каждая мама, в принципе, сейчас сидит в Инстаграме, то есть это тоже плюс, да, то есть можно сказать, что Инстаграм тебе в помощь. И здесь им важно именно признание. То есть вот я сама в одном бизнесе была именно из декрета, то есть я уже была такая засидевшая из декретов декрет, и мне просто вот как воздух не хватало общения. И когда меня там хвалили, что-то какие-то, подарки делали, мне прям, знаете, мне крылья поросали, и мне хотелось сделать там в 2-3 раза больше. Вот, поэтому это вот вам к примеру, как мотивировать мамочек в декрете. Здесь важно заходить именно через продукт. Ну, здесь вообще легко, потому что это продукция, да, тот же кофе, косметика, вообще, чего не коснить, все можно продвинуть. Вот, относиться к таким людям нужно с пониманием, потому что часто болеют дети, срываются встречи. Ну, здесь просто говорю, принять то, что это мамы, вот, и говорить о четких действиях и сумах. Опять же, приводите пример аромапа, очень выгодно. Уж 4 подружки, у каждой есть, кому можно по одному аромату продать и заработать от 4 тысячи выше рублей. Здорово же, правда? Вот. Следующая категория людей – это те, кто в найме. Смотрите, здесь очень важно, ни в коем случае нельзя говорить плохо про найм. Нужно с вами понимать четко, что мы, в принципе, все когда-то с вами были в найме, и если человек, в принципе, нигде не работает, ну, для меня это тоже знак, и, ну, жить на что-то надо. Мы с вами должны четко понимать, что наш бизнес, он не дает там быстрых, ну, опять же, если мы продаем, конечно, будут быстрые деньги, но не все сразу там берутся и идут продавать, это первый момент. То есть человеку в любом случае нужны деньги для, ну, каких-то основных нужд. Здесь нельзя говорить, что там, ой, найм, это вообще плохо, увольняйте, черт, с этой работой, ни в коем случае. Здесь просто нужно дать человеку задумываться, а какие у него перспективы вообще в принципе на этой работе. Можно задать вопрос о карьере, да, о признании. Может быть, спросить о каких-то навыках и дать человеку задуматься, а может ли он где-то реализоваться лучше, или ты смотри, там, ты классно делаешь что-то, то-то, то-то, да, или, ну, какие-то моменты указать. И здесь важно акцентировать именно о перспективах бизнеса. То есть, возможно, да, ты сейчас не так активно начнешь развивать этот бизнес, но смотри, это идея тебе на перспективу, а ты уверена, что завтра там тебя не попросят, не уволят, не убавят зарплаты. То есть, дайте человеку задуматься. Вот, как правило, эти люди, они хорошие исполнители. То есть, они боятся ответственности, потому что на работе любая инициатива часто бывает наказуема. И эти люди, они очень хорошие исполнители, да. И здесь можно, опять же, рассказывать через свою историю. Как вы начали, потом как вы уволились, и, ну, какую жизнь вы имеете сейчас, да, почему бы не. Важно, да, хвалить их навыки, знания, и о том, что эти знания могут реализоваться вот именно здесь, в этой бизнес-идее. И выгоды, что нет сложений, да, провести какую-то аналогию с традиционным бизнесом, сколько нужно денег, чтобы начать традиционный бизнес, даже если ты хочешь, и привести примеры, как это, в принципе, легко у нас. Так, смотрите, Анастасия запись поставила. Если технически все сложится, то запись будет. В лидерский чат скину ссылочку. Поделить, ну, лидеры вам поделятся. Либо на моем канале YouTube я тоже выкладываю записи, которые получаются. Звук ужасный, ребят, мы уже про это говорили. Если бы писали все звук ужасный, то я бы как-то отреагировала, там, перезагрузила в комнату и так далее. Но пишет один человек, у остальных все хорошо. Светлана просто перезайдите. Спасибо, пожалуйста, кто написал, что все хорошо. Мы двигаемся дальше. Я уже начинаю постарапливать себя, посмотрела на время. Еще очень много хочется вам ценного полезного рассказать. Вот. Если пропадает, возможно, что-то с интернетом у вас. У меня связь отлично, я все проверяла. Двигаемся дальше. Итак, следующая очень распространенная категория – это врачи, госслужбы и так далее. Это те люди, которые, в принципе, вообще не связаны с продажами. И, как правило, мне… Ну, я часто говорю, слышу от людей, что мы педагоги, мы же этим заниматься не будем. Не будем? Конечно, не будете. Зачем вам это нужно? То есть я предстоит меняюсь, да. У этих людей лежит ответственность за жизнь, за здоровье, за государство, за то, чтобы там научить и так далее. И эти люди, они понимают, что они делают какие-то великие благие дела, но делают они, в принципе, это бесплатно. То есть здесь нужно быть просто фанатом того дела, которым они занимаются. И людям нужно говорить о том, что они будут полезны именно здесь. Вот чем они полезны? Что ты можешь изменить чью-то жизнь, да, ты можешь помочь человеку там и так далее. То есть не ты заработай, а дай заработать другим людям. С этим понятно? То есть бизнес-продолжение, это оно то же самое, но через призму того, что твоя миссия какая здесь. С этим понятно? Подставьте, пожалуйста, пятерочки, кто понял, о чем речь. И мы будем двигаться тогда дальше. Отлично. Отлично, двигаемся дальше. Следующая группа – это блогеры, фрилансеры. То есть это такие люди, которые умеют организовать свое время. Они определяют сами свой тип занятости. Они четко знают – поработал, заработал, полокал. Но они имеют конкуренцию, и об этом вы можете тоже говорить. И понимают, что нужно вкладывать в себя. Вот это очень, кстати, классный навык, потому что нашему бизнесу тоже нужно обучаться. И все эти люди сразу слышат и понимают. Вот с этой категорией в этом плане будет очень-очень легко и комфортно. И здесь можно подкинуть именно идею, что смотри, у тебя есть классные навыки, и ты можешь их масштабировать, и к чему это может привести. Обязательно хвалить то, что они умеют делать. Можно сказать, что эти навыки, которые мы в принципе людей учим, ты это уже умеешь. Тебе осталось это просто переложить на конкретную бизнес-модель и смотри, что из этого может в принципе получиться в ближайшие 3-6 месяцев. Эти люди не учат других, так как они думают, что они растят в конкурентах. И можно рассказать, в чем именно плюс сетевого. И в принципе это люди, предприниматели. Такие люди, они охотно быстро принимают решения. И я очень люблю такую категорию людей, которые, так скажем, воспринимают идею, готовы принять решение, взять ответ, принять за свое решение и попробовать себя в чем-то новом. И вот здесь как раз-таки вы можете вымотивировать людей именно хорошими цифрами. Вот, двигаемся дальше. Отдельная индустрия, это бьюти-индустрия. Ну, те, кто за мной следит, наверное, знаете, я обожаю, обожаю эту индустрию, обожаю с этими людьми работать, потому что в принципе, опять же, люди слышат идею. То есть смотрите, я обычно говорю, что у тебя есть уже твоя база клиентов, людей лояльных, которые тебе доверяют, которые тебя слышат. Но ты только подумай, что каждый из них где-то берет себе аромат, покупает помаду, уход за волосами и так далее. И ты этот поток можешь дополнительно организовать к себе без дополнительных вложений и затрат. Даже временно, потому что смотри, пока ты делаешь какую-то процедуру, там, будь то ногти, прическу ты делаешь, окрашиваешь волосы, стрижку, ты о чем-то говоришь. И здесь ты можешь затронуть вот эту идею. То есть, опять же, я нарисовала идею на перспективу и спрашиваю, интересно тебе это или нет. И эти люди, они тоже предприниматели. И здесь тоже важно продать именно бизнес-идею. Сейчас, кстати, очень много в этой индустрии людей, которые работают и на дому, размещают объявления, работают в соцсетях какие-то группы. Просто вот бери, работай и, что называется, не хочу. Согласны с этим? Двигаемся дальше, да? Следующая категория людей, конечно, таких людей мало. Их всего там практически 5% и это продажники. И на самом деле хорошо, когда в ваших командах есть такие люди. Здесь можно узнать об их достижениях, чего они достигали, что они за это получали. И, конечно, когда вы можете перевести в денежный эквивалент их навыки, то вы можете приятно человека удивить и замотивировать. Таким людям тоже важно признание. То есть их нужно хвалить, можно чем-то отдельно выделять, награждать. И выгода для них в том, что можно создать свой собственный бизнес. Потому что, как правило, опять же, да, если человек хочет начать какой-то свой традиционный бизнес, то это требует больших вложений, а здесь это сделать гораздо проще. И такие люди понимают, что деньги там, где продажа. Как правило, такие люди привыкли продавать какой-то продукт, товар. И здесь наша задача научить людей продавать любимую идею и показать, что из этого может стать. Следующая категория, всеми нами любимая, да, как я люблю, будет сетевичка. Это, конечно, сетевики. Здесь тоже важно не хаять одну компанию и говорить, что а вот у нас лучше. Поверьте, не бывает идеальной компании. Для каждого идеальна компания своя. Здесь тоже важно человека разговаривать, спросить, а почему именно вот эта компания? Или, а почему ты решила сменить компанию? А что у тебя не получалось? А как ты думаешь, почему? И человек сам назовет причины, которые вы можете потом сделать плюсами для вашего виду предложения. То есть мы слушаем причины и рассказываем, переделываем все эти минусы в плюсах. Какой плюс для нас? Что эти люди, в принципе, знают суть работы, они понимают, что такое сетевое. Они вам не скажут, что это пирамида, что это не работает и так далее. То есть это, в принципе, для них прописные истины. И опять же можно сказать, почему выгодно сейчас проходить в армейн. Ну, почему выгодно, можно послушать во вторник презентацию бизнеса и возможностей, и вы поймете, почему выгодно. Сейчас не будем на этом останавливаться, потому что остается очень-очень мало времени. Вот, смотрите, то есть мы с вами проработали основные группы, да, то есть напомню вам, что это, допустим, молодежь поколения до 30 лет, это те, кто в нами, это мамочки в декрете, это госслужащие, врачи, учителя и так далее, это фрилансеры-блогеры, что очень сейчас распространено, бьюти-индустрия, да, очень для нас интересная, и сетевики. Я думаю, что мы, в принципе, каждую категорию затронули, и здесь мне сейчас важно услышать от вас обратную связь, насколько вы поняли каждую категорию и черкнули для себя идеи, как проводить переговоры с конкретной категорией людей. Тоже поставьте, пожалуйста, цифры, ну, по 10-балльной шкале, так скажем, от 1 до 10. И по вашим баллам я буду понимать, насколько ценно вам было то, что вы сейчас услышали. Так. Слушайте, ну вообще отлично. Одни десятки, вот где-то одна промелькнула восьмерка, а остальные десятки, это вообще супер, это классно. И я надеюсь, что уже с завтрашнего дня, а может быть даже с сегодняшнего, вы уже прям начнете проводить правильные переговоры. Итак, так, вопрос, так, убежал куда-то вопрос. Друзья, оставлю время для вопросов, если останется. Сейчас есть еще прям несколько слайдов, на которые я хотела обратить внимание, да. Это правила работы в офисе, то есть, ну, в офисе, либо там, где мы будем рассказывать человеку. В кафе, может быть, да. Прийти заранее. Это обязательно, да. То есть, чтобы человек видел, что вы его ждете. Подготовить место, там, расставить, там, ту же папку, флакончики, поставить, там, чашечки, кофе и так далее. Обязательно рассказать поставнику от собеседника, кто сейчас придет, что это за человек, чем он занимается, да. Чем его можно, так скажем, увлечь, да. Вот. Обязательно встретить собеседника, может быть, выйти из офиса, подсказать, как пройти и так далее. То есть, человеку вы должны показать важность того, что вы действительно ждете именно его. Делайте промоушен, наставнику, как мы уже с вами говорили, и начинайте встречу. Вот вы встречу провели, да, то есть, подготовились, потом мы с вами встречу провели, но ее нам нужно с вами еще и завершить. Вот перед тем слайдом, как мы завершаем встречу, я хотела бы, чтобы у вас еще встал такой вот алгоритм проведения встречи. Опять же, да, важная мысль сегодняшнего вебинара, чтобы вы понимали, что перезаборы – это не конечная точка, а это, может быть, только начало ваших переговоров с людьми, будет еще не одна повторная встреча. То есть, смотрите, первое – это вы звоните человеку, приглашаете. Вот звонок – это, в принципе, филька между теми людьми, которые готовы прийти и которые не готовы вообще поднять свою пятую точку и что-то слышать. Такие люди вам не нужны. Человек пришел, вы провели с ним первую встречу, заинтересовав его и сделали приглашение на презентацию. После презентации вы встретились с человеком, чтобы провести повторную встречу и понять, как он вообще, ну, отнесся к этому, ответить на его вопросы. Вот кто-то написал, что, Наталья, да, только куча возражений, не верят в сетевой. Это нормально, просто нужно правильно, грамотно работать с изражениями. У нас есть отдельные школы по возражениям, которые бывают на встречах. Не верят в сетевой, но это тоже нормально, потому что, если сейчас всем предлагать стать хирургом, вполне вероятно, что 90% скажут, о, нет, ты что, да? Поэтому это тоже нормально, что не верят. Они же не были никогда в сетевой, и недоверие – это нормально. Поэтому именно и нужны повторные встречи для того, чтобы работать с изражениями, да? И дальше, когда у вас уже заключился контракт, вы включаете человека в систему обучения. С этим понятно? Так вот, мы с вами добрались до закрытия сделки. Когда мы преподнесли идею, когда мы задали вопросы, услышали, что нам человек ответил, можно подбуктожить и сказать. Итак, какие мысли у вас о моем предложении? И тут, либо у вас начнутся возражения, да, о которых вот Наталья нам написала в чате, либо у вас будет заключение сделки. Здесь можно сказать, то есть, одна тоже из ошибок людей, они не завершают встречу, они не ставят вот эту вот точку. То есть, можно прямо-то ли мой вопрос задать? Я правильно понимаю, вы готовы стать моим партнером? То есть, вам было все интересно, человек на все кивал, так и берите, так скажем, вы каждый раз сразу. Вы готовы стать моим партнером? Да, тем более сейчас, в принципе, каждая ваша встреча может заканчиваться регистрацией. Просто вопрос в следующем, что эту регистрацию нужно дальше активировать, и это не должно быть там под ней, нескольких дней, иначе вам с человеком придется, в принципе, работать заново. Так вот, когда ты готов стать моим партнером? Это тоже очень важный момент, потому что если об этом не спросить, человек уходит, если вы расстались на непонятной ноте, пусть это будет там через две недели, когда у человека будет зарплата, пусть это будет через неделю, когда там, не знаю, закончится школа у ребенка и так далее, и тому подобное, разные причины, но вы четко будете понимать, когда вы встретитесь с человеком для того, чтобы завершить дело. Понимаете, да? И если человек говорит, слушай, мне нужно подумать, супер, отлично, я тебя понимаю, просто тогда давай сразу определимся в правильном повторе нашей встречи, чтобы завершить наш разговор. Сколько нужно будет думать? И здесь тоже человек, то есть вы ставите человека в комфортные условия, вы его не торопите. Я даже очень часто людям говорю, я понимаю, что тебе нужно время для того, чтобы принять решение. Давайте говоримся, когда, когда мы с тобой увидимся, возможно, у тебя в процессе появятся вопросы, сомнения, это вообще нормально. Как раз давай потом встретимся и с тобой эти моменты обсудим. Вот. И здесь, опять же, да, два отхода. Либо вы назначаете повторную встречу, на которой вы поставите все точки на «и», ответите на возражения, либо вы сегодня, здесь, сейчас выключаете сделку. Ну что, с этим понятно? Давайте с вами тоже сейчас в чате дадим обратную связь, насколько вы уловили момент переговоров с самого его начала, когда человек пришел. Мы обозначили цель, мы задали, вернее, сказали в двух словах идею, задали наводящие вопросы и перешли к завершению сделки. Тоже давайте по десятибальной шкале. Ой, даже есть двадцатка. Так, кто нам поставил двадцатку? Снежана. Спасибо большое за такую большую оценку. Значит, вам... Так, как вообще начать разговор, чтобы пригласить на встречу? Ирина. Это тема отдельная, как начать разговор, чтобы человека пригласить на встречу. То есть здесь вам нужно с наставником проговорить, как приглашать на встречу. То есть отработать телефонные звонки, либо приглашение там тет-а-тет. То есть мне сейчас нужно, на самом деле, еще час, чтобы ответить вам на этот вопрос. А как начать разговор при встрече, если вы имеете в виду, то это было прямо в начале моего вебинара. Возможно, вы поздно подсоединились, и, возможно, будет запись, которую вы сможете прослушать. Так. Если мамочка в декрете на дополнительный заработок и цифра от 20 тысяч. Ну, в принципе, да, нормально. Можно даже там сказать 5, 10, 15, 20 перечислить. Что говорить? Не поняла вопрос. А, если мамочка в декрете на дополнительный заработок и цифра от 20, что говорить? Ну, то и говорить, как можно заработать 20 тысяч элементарно, да, либо на продажах, либо на продвижении идей. Опять же, легко сейчас бизнес-паками привести примеры конкретных цифр. А само предложение то же самое, те же слайды, которые я давала вам в начале, те скрины, которые я использую сама. Спасибо за слайды. А потом на встрече говорят, ну, говорила же сетевой, зачем эти инфиги? Наталья, если вам так говорят, значит, вы неправильно приглашали. Вот, кстати, одна из ошибок, когда люди зовут там на дополнительный доход, вернее, на работу, вот ищут через объявление людей, которые ищут работы, работу, а потом они приходят и понимают, что это сетевой. Я не люблю такой метод работы. Будьте сразу честны на первых же моментах. Я тебя хочу пригласить на встречу, речь пойдет о деньгах. Все. Это сетевой. Слушай, а ты интересуешься сетевым? Нет. Вот именно поэтому я тебя и приглашаю. Либо там можно спросить, а что ты имеешь плохого к сетевому? То есть, ну, опять же, если по телефону, не нужно много задавать вопросов. Ваша задача понять, готов человек прийти или нет. А вот про сетевой можно уже разобраться на встрече. Опять же, я вижу, что вы задаете вопросы с тем, касательно приглашения. Ребят, есть у нас такие обучения по четвергам. То есть, либо вам стоит дождаться этого вебинара, либо просто сегодня позвоните своему наставнику, скажи, слушай, была сегодня на вебинаре, прям пятки горят, я знаю, как встречу провести, а вот как пригласить человека, давай-ка мне скажи, да? Смотрите. Спасибо вам за обратную связь, кстати, спасибо за вопросы, спасибо за высокие оценки. Ну, и в завершении своего вебинара я, конечно, вас хотела пригласить на обучающие мероприятия, которые начнутся с марта месяца. Это, конечно же, саммит и мастеров. Мы обучаемся и от лидеров, да, и от компании. Это вообще классное мероприятие, где мы можем, в принципе, встретиться, да, такое масштабное обучающее событие. Это два полных дня такого погружения в атмосферу обучения. Вы получите четкие инструкции. Наверняка будут разбираться вопросы и приглашения. То есть на саммитах мы учимся быть лидерами, да? Соответственно, даты проведения саммитов вы видите и классная новость в том, что уже появились в продаже билеты, в ваших личных кабинетах. Поэтому успевайте купить, чтобы потом не кусать локти, не говорить, что вот я просто прождала и не попала. Теория хорошая, но как начать на практике, тем не раскрыто. Ирина, на самом деле, говорила все то, что использую на практике. Все те фразы, видимо, вы, может быть, не видели слайдов, где были скрины моих фраз. Я вообще не теоретик, не люблю сама теорию. Все вебинары, на которых я выступаю, все, о чем говорю, это пройдено на личных примерах, потому что у меня рекрутинг, когда я начинала бизнес, и сейчас от 20 человек за месяц, соответственно, вы должны понимать, что в теории невозможно это делать, это только практика. И, соответственно, я, кстати, всегда участвую в номинации «Лучший рекрутер». Я участвую сейчас и недавно получила тоже грамоту, поэтому, возможно, здесь неадекватная оценка того, что я сегодня говорила. Да, на практике начнете делать, все уложится. Спасибо большое и за критику, она мне всегда тоже очень полезна. Все школы суперские, только, как-то, только, не совсем понимаю. Да, работать с людьми, это не легко, но это интересно. И когда вы будете воспринимать людей такие, какие они есть, и вы поймете, что это, знаете, это на самом деле очень увлекательный процесс. Общение с людьми – это классно. И, соответственно, все люди разные, и кто-то вам тоже может быть полезным. Вот. Ну, а наше время эфира подошло к концу. Всем спасибо еще раз, кто был. До связи, до новых вебинаров. Сегодня в 21 Москвы я приглашаю вас на повторный вебинар для тех, кто не совсем понял, о чем шла речь. Вот, кстати, Ирина Звани, не знаю ее фамилии, имени какого она города. Приходите на вебинар в 21 Москвы. Будет другой спикер, возможно, его манера преподнесения будет вам более понятней. Сама буду тоже на этом вебинаре. Все, еще раз всем большое спасибо и до связи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok